Здравствуйте! Мы находимся на площади перед центральным рынком города Иркутска. С нами, как обычно, раз в неделю Григорий Анатольевич Слезак, директор центрального рынка. Расскажите сразу по поводу акции, которую вы будете проводить. Сегодня ли она уже началась? Сегодня у нас стартанула акция, связанная с тем, что на улице все-таки потепление, к нам приходит мясна. А это уже пора шашлыков, отдыха на природе. Мы уже засиделись в домах, в своих лепушечках, и хочется отдохнуть и провести время с друзьями. Для того, чтобы стимулировать продажи мясной продукции, а также для привлечения наших покупателей, у нас сегодня стартанула акция в Инстаграме о реализации шашлычного набора. Все желающие могут зайти на нашу страничку в Инстаграм. Условия акции там прописаны. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше. До 13-го числа проходит акция, 13-го числа состоится розыгрыш. Я думаю, уже в следующий торник мы, Сергей Викторовичем, сможем вручить данный презент нашему победителю. А сегодня мы хотели бы побеседовать непосредственно с покупателями рынка, с продавцами, услышать их мнения, какие-то пожелания и по возможности постараться их реализовать. Ну так, давайте попробуем. Ну, начнем с ярмарки, да? Давайте с ярмарки, да, чтобы было интереснее. Можно либо поговорить с предпринимателями, либо с покупателями, те, которые... Так, ну вот, допустим, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы постоянно, да, вот покупаете на рынке или вот первый раз вообще пришли сюда? Как я первый раз могу? Если я уже столько лет живу. То есть вы иркутянка, да? Конечно. А что вы здесь вот смотрите сейчас? Ну... Да, вот все помидоры, вот перец. То есть цены, все обслуживание устраивает вас? Ой, правда. Я смотрю, ну, кому можно подходить, а кому нет. Я их сразу вижу. Если мне не нравится продавец, я его не покупаю. Понятно. Вот как раз директор центрального рынка. Ну, вот бывают разные продавцы по-разному относятся, поэтому я, если вижу, что они плохо, сразу вот хожу, скажу, извините, спасибо. Для того, чтобы у нас все-таки все было хорошо, да, и каждый покупатель, а каждый покупатель, он для нас ценен, на следующей неделе у нас наступает акция, как тайный покупатель. То есть мы будем привлекать волонтеров, которые будут участвовать в покупках и проверять непосредственно сферу обслуживания со стороны предпринимателей. И, соответственно, будем уже корректировать и приводить к общему знаменателю. Понятно. Видите, как хорошо. Сюда что-то отректирует. Вам спасибо. Удачных покупок. Всего доброго. Что-что в воскресенье? В воскресенье будет акция эта? Какая именно? А вот вы не сказали. Тайный покупатель? Да. Нет, мы об этой дате проведения мы сообщать не будем. Все понятно. Он же должен быть тайным. Сказать правильно, правильно. Ну, а это вот у нас один из лучших предпринимателей, у которых богатый ассортимент, хорошая выкладка. И самое главное, что у них хорошее обслуживание клиентов. Они идут много со временем. С 1 апреля мы запустили дополнительное условие о том, что оплата товаров должна происходить только в трех видах. Это либо наличный расчет, либо терминал, либо QR. То есть, та программа, которая существовала ранее, это мобильный банк. Теперь, в сегодняшний момент, он у нас под запретом. И, как пример, можем продемонстрировать это наличие терминала для безналичного расчета на торговом месте. То есть, вот здесь тоже есть, да? Да. Девушки, можете нам показать терминал для безналичных расчетов? У меня такая вывеска, QR-код сейчас вот. Такая вывеска QR-кода. Можно, где нету какого-то. Можно, по-другому считается. Мы стараемся идти в фокус за временем, для того, чтобы мы с нашим фокусом владеем, как можно только ходить в супермаркет и там расчетоваться и использовать наличные расчеты, но и на центральном рынке. Спасибо. А то там ветер просто задувает слова, говорить сложно. Ну и сезонность продаж у нас в сегодняшний день. А вон, я смотрю, очередь прямо там. Перекрываются, закрываются сортговые ряды с фруктами и овощами, приходят на улицу. А здесь у нас идет реализация молочной продукции, можно и с любителями христианской сметанки и молока поговорить. А это частники здесь, да? Да, это христианское, терминское хозяйство. Они реализуют непосредственно продукцию, которую забирают, изготавливают сами. То есть такой сметаны и молока вы не купите нигде. Здесь у нас даже и дают попробовать творожоный. Можно вкусить, посмотреть. А вот как раз, смотрите, здесь скопилась целая очередь. А скажите, очень хороший товар, да, видимо, что вы приходите и покупаете, да? Да, мы уже 20 лет ходим туда. А, 20 лет, да? Она приезжает по четвергам, и люди стоят и ждут час, два, два. Понятно. А откуда это? Секрет Благадского района. Это известный те, первый, сунёк, резок и наград, куча от администрации. Ну а в целом сфера обслуживания, может у вас какие-то есть пожелания администрации? Что-то не хватает, что-то бы дополнить хотелось? Ну вот скамейки не хватает. Оставить, чтобы... Именно для нас, которые ждут её, а может сейчас посещать администрации, нам ничего не надо. Всё нормально пока. А, ну скамейки, да, может есть. Скамейки, подсумочника не хватает, да, когда вы можете было. Спасибо. Мы постараемся урегулировать этот вопрос. Теперь можно, наверное, пройти и в зал охлаждённой продукции. Ну давайте. Реализуется уже. А вот варенье как раз. Мне от центрального рынка сегодня поздравили с днём рождения как раз вот таким вот вареньем. Понятно. А это уже скрытая реклама? Не, я думаю, это открытая реклама. Также мы хотели бы, наверное, проинформировать наших покупателей о том, что мясная, колбасная продукция, а также полуфабрикаты вернулись на своё историческое место. Они теперь торгуются в том же месте, а не разбросаны по торговому залу. Теперь вся продукция, также изделия Булагатского района, Байендаевская, представленная в одном месте. Большой выбор, ассортимент продукции, которую можно приобрести по доступным ценам. Часть предпринимателей уже начинают обустраивать свои торговые места, наводить рекламу той продукции, которую они реализуют. Ну, здесь буквально прошла всего лишь дина всего неделя, и всё пока в процессе благоустройства территории. Алмазная продукция, большой выбор, ассортимент. Здравствуйте. Предприниматели, которые неделю назад переехали. Как вам на новом месте? Спасибо, очень хорошо, спасибо. А вы в другом месте, да, стояли? Это где, тоже на рынке, да? На рынке стояли там, но там угол, там совсем, ну никак. Вот, спасибо Анатолию Григорьевичу. Григорьеву Анатоличу, спасибо. Здесь у нас, так, Байендаевский район, реализация полуфабликаторов. Шикарная продукция, на любой вкус, на любую хозяйку. Фарш. Минчик. Покупателей на всех не хватает, конечно. Ну почему? Покупатель ведь тоже человек, у него есть свои желания, он привыкает к определенному продавцу тоже, это является немаловажным фактором. И в общении с предпринимателями мы понимаем, что 80% работы любой торговой точки зависит непосредственно от продавца. А насколько культурно, вежливо и продавец может обслужить покупателя, реализовать все его потребности, которые он, за которыми он учел на центральном рынке. На сегодняшний день мы даже смогли оформить торговое место и архивство от рыбозавода, которые представляют продукцию на центральном рынке. Хотя до последнего времени они стояли обезличенные, никто не знал, что самая лучшая, можно сказать, и вкусная продукция, произведенная на территории Иркутской области, представлена в центральном рынке. У вас теперь стали больше узнавать? Может мы все-таки обратимся к нашим покупателям, побеседуем с ними? Ну давайте. Слышим как им, что бы им хотелось больше степени. Так, ну к кому? Я не знаю. Ну вот, можно пройти на мясо, да? Пройдем без мяса. Здесь нам все представлены на Янта. Также довольно-таки недавно они зашли на центральный рынок, а ранее их не было. Своей продукции. Они составляют довольно-таки хорошую продукцию, конкуренцию стаянскому броверу. Тоже интересная продукция, которую мы рекомендуем. Кому интересно, можно попробовать продукцию поежного знахаря. Ну вот, смотрите, бутик, даешь на снахаря. Ну и все-таки я думаю, что дать возможность реализовать и побеседовать с нашими покупателями, даже не книгами на рынок. На рынок. Своим интересуются. Здравствуйте. А скажите, как часто вы на рынок ходите за мясом? Очень часто. Очень часто, да? А зачем нам говорить? А? Зачем говорить? Мы спрашиваем просто покупателей о том, как организовывать. Я вам запасу. У тебя посвеживали. Давайте хорошие качества. Спасибо большое. Ослуживание, какие-то предложения к администрации. А вот, кстати, познакомьтесь, Григорий Анатольевич Слизак, новый директор. Стараемся, чтобы вам было комфортно. Спасибо. Спасибо. Кстати, я слышала, что у вас тоже изменились и охранные агентства. Нет, охранные агентства осталось то же самое, но мы его привели в наближайшее состояние. Ну, не плохо, не плохо, да. Я думаю, что они справятся в данный момент. Они нацелены на правильную работу. Будем стараться. Как-то и я, и мой путь. Ну, еще, Вараб, хотелось бы напомнить, да, что у нас сегодня стартует акция на шашлычный набор, розыгрыш которого состоится 13-го числа. И счастливый победитель из рук директора получит данный набор. Сможет реализовать свои гастрономические потребности на шашлыках, угостить своих друзей и товарищей. Поэтому заходите на нашу страничку в инстаграм, подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше и станьте счастливым обладателем. Ну, а мы обязательно на следующей неделе снимем розыгрыши, покажем всем. Для того, чтобы информация дошла до логического завершения, чтобы действительно это было не фейк, а реальная картинка. Но и помимо шашлычного набора, думаю, что со следующей недели у нас пройдут розыгрыши фруктовой корзины. Первая картинка будет непосредственно от директора собрана, а в последующем уже непосредственно предприниматели будут участвовать в розыгрыше данных. Все, да, тогда, на сегодня? Я думаю, что да, если у кого-то какие-то есть вопросы, мы готовы на них гордить. И, ребята, приходите на рынок за самыми свежими, за самыми вкусными, экологически чистыми продуктами. Спасибо. Мы вам рады. Спасибо. Спасибо.